Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Третий том. Вопрос 1152. Скоро будут выборы президента. Что за этим последует? Лучше или хуже будет жизнь? Ответ. Игнатия Тихоновича Лапкина. Первого царя в Израиле народ буквально вырвал. Книга «Царств» не умалчивает о том, чем было вызвано такое страстное желание народа иметь царя, как у своих соседей. Первое царство. Восьмая глава. Стретью по 22 стих. Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть, и брали подарки, и судили привратно. И собрались все старейшины Израиля, и пришли к Самуилу в Браму, и сказали ему. «Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали «Дай нам царя, чтобы он судил нас». «И молился Самуил Господу, и сказал Господь Самуилу, «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе. Ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними, как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта, и до сего дня оставляли меня и служили иным богам. Так поступают они с тобою. Итак, послушай голоса их, только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними». И пересказал Самуил все слова Господа народу, прощающему у него царя, и сказал «Вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами. Сыновей ваших он возьмет и приставит их колесницам своим, и сделает садниками своими, и будут они бегать пред колесницами его, и поставит их у себя тысячи начальниками и пятидесяти начальниками, и чтобы они возделывали поля его, и жали хлеб его, и делали ему воинское оружие, и колесничный прибор его, и дочерей ваших возьмет, чтоб они составляли масти, варили кушанье, и пекли хлебы, и поля ваши, и виноградные, и масляничные сады ваши лучшие возьмет, и отдаст слугам своим, и от поселок ваших, и от виноградных садов ваших возьмет десятую часть, и отдаст евнухам своим, и слугам своим, и рабов ваших, и рабынь ваших, и юноши ваших лучших, и ослов ваших возьмет, и употребит на свои дела, от мелкого скота вашего возьмет десятую часть, и сами вы будете ему рабами, и восстинайте тогда царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет Господь отвечать вам тогда. Но народ не согласился послушаться голоса Самуила, и сказал, «Нет, пусть царь будет над нами, и мы будем, как прочие народы, будет судить нас царь наш, и ходить перед нами, и вести войны наши». И выслушал Самуил все слова народа, и пересказал их в слуг Господа, и сказал Господь Самуилу, «Послушай голоса их, и поставь им царя». И сказал Самуил израильтянам, «Пойдите каждый в свой город». Пророк Самуил говорит о жестокой власти царя, о лишениях, какие будет терпеть народ от него, о налогах. Но народ, как загипнотизированный, повторяет одно и то же, «Дай царя». Самуил пытается достучаться до этих крикунов через их веру, что до сегодняшнего дня он правил имени от имени Бога, и отвергая его, они отвергают самого Бога, его руководство. Но они ничего не слышат, да и царя. Далее в истории израильского государства не раз будут выборы, референдумы, но сейчас Бог Сам избирает им по их сердцу, и мы знаем ужасный конец всей этой истории. Надо согласиться с тем, что Бог дает, и никого не выпрашивать, даже того, о ком известно, что он воистину богобоязненный христианин. Ибо кто знает, что у этого человека внутри? И когда власть попадет к нему в руки, каким он вдруг окажется? Тем более, когда избирают люди разных национальностей, разных вероисповеданий, разных политических ориентаций. И каждый кандидат на президентскую корону должен всех ублажить, расположить к себе, вызвать доверие и в дальнейшем как-то оправдать это, если думать быть переизбранным. Здесь уже не до твердых убеждений. Так президент и отвечает. Я верю в человека. И сколько бы людей не обманывали цари, генеральные секретари, президенты, сколько бы ни пытались делать добра для народа, таких как Борис Годунов, но в памяти народной, в почтении, достигшем уровня канонизации, будут только тираны, такие как Иван Грозный, Петр Первый, Ленин и Сталин. Кто сегодня хорошо помнит Маленкова ГМ? А ведь при нем только и вздохнули колхозники. Но ненадолго. И вот тут же сожрал Хрущев, полуумный мракобес и клоун. Поэтому и сегодняшние президентские выборы это не наша забота. Быть может, именно о нем, судя по нашим грехам, Бог скажет, дал бы вам хуже, да не нашлось во всей стране достойного кандидата на эту должность. Нужно за все благодарить Бога и молиться за правителей. 1 Тимофею 2 глава 2 стих. За царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Слово «мятеж» означает смута, революция. Да избавит нас от нее Бог. А как будет лучше или хуже, все зависит от каждого из нас. Нужно научиться довольствоваться тем, что есть, и хорошо трудиться, и не воровать. 1 Тимофею 6 глава 6 стих. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. 1 Фессалоникийцам 5.18. За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе и Иисусе. На части развалился наш союз. Единый, нерушимый, что навеки. Вокруг себя соединила Русь, как в гимне пелось с влагами на древке. Вожди слепые, сборище слепых, столкнули в пропасть, как бизонов стада. Но Бог спасает в пору, кого надо, и превращает грешников в святых. Открылись двери для живого слова, открылись шлюзы, потекла вода, и истина пробилась к душам снова, так как не пробивалась никогда. Надолго ли от нас сокрыты сроки, но не сокрыты прошлого уроки? Вера Кушнир Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok